Дорогие друзья, братья и сестры, успокойтесь, пожалуйста, рассаживайтесь поудобнее. Мы будем начинать наше служение сегодня. Прежде всего, хочу вас поприветствовать. Мир вам, дорогие друзья. И хочу напомнить, что сегодня это первое воскресенье последнего месяца в уходящем году. Как правило, по традиции, мы в первое воскресенье месяце совершаем вечерю Господню. Вот перед нами видимые знаки, хлеб, вино, которые говорят нам о страданиях и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы будем не только об этом вспоминать, но ввиду того, что христианский мир готовится к празднованию Рождества Христова в конце месяца, то уже с самого начала месяца или даже чуть раньше уже даже звучит музыка рождественская в магазинах и так далее. Но христианский мир, собственно, готовится к этому событию, чтобы отпраздновать приход Спасителя нашего в мир. Христианский мир к этому готовится. Поэтому сегодня в нашем служении будут звучать также их рождественские гимны. Но прежде всего я хочу, чтобы мы настроили себя именно на воспоминания страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Ради этого Он, собственно, и приходил в этот мир, как мы знаем. Но я хочу предварить наше собрание, начало нашего собрания чтением Слова Божия из Евангелия, из послания к евреям, 10 главы. Давайте встанем, стой, выслушаем этот текст. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И 14 стих. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Об этом свидетельствует нам и Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, «Вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий не воспомяну более». А где прощение грехов, там не нужно приношения за них. Итак, братья, имей дерзновение входить в освятилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, украплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший». Наш дорогой Господь, в это утро мы по милости Твоей имеем эту благоприятную возможность снова быть в Доме Твоем, в Доме молитвы, где мы совершаем поклонение Тебе, Спасителю нашему, и прославляем Тебя, приносим Тебе наши нужды, прошения, благодарения, как Ты и заповедаешь в Слове Твоем. Вот это утро мы снова собрались для того, чтобы иметь это общение с Тобою, нашим Господом и Спасителем, Который пришел в этот мир однажды для того, чтобы стать жертвой за грехи наши. Сегодня мы желаем вспомнить Твой подвиг, Твои страдания и смерть за нас, грешников, за нас, каждого присутствующего здесь, и за весь мир Ты принес эту жертву, дабы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благослови нас в этом собрании сегодня. Пусть Дух Твой Святой пребудет с нами, Дух утешения, радости, силы. Исполни нас силою Твоей и укрепи упование наше и надежду нашу. Ты верен Своим обещаниям. Благослови нас об этом помнить и ничего не бояться и страшиться, что может пугать нас в этом мире. Твой мир, да, наполняет нас и в этот час. Тебе за все да будет вечная слава Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Мы стоя споем с вами, братья и сестры, первый гимн. Это великий Бог, когда смотрю на мир я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кому свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца. И. И. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Well that was very nice singing, praise God. Yeah Christmas is definitely on our doorstep coming up very soon and while it's an amazing time of the year there are of course a lot of distractions that come our way left, right and centre. But I'm hoping this morning that the message this morning I'm going to want to just talk about the mind and I'd like to start off by looking at Matthew chapter 22, 34 to 38. Matthew 22, 34 to 38. Matthew 22, 34 to 39. This is the great and foremost commandment. I'll just repeat verse 37. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul and with all your mind. And today I would like to look at the aspect of the mind because the word of God talks a lot about the mind. And what we think about affects what we do. And if there's nothing else that sort of, you can remember from the sermon, at least we can remember the point of what we think about affects what we do. The mind is a powerful tool and has a big influence on our life. Researchers and scientists have found out that the average person has thousands of thoughts per day. The average person has, they say, anywhere between 6,000 to 80,000 thoughts per day. And of those thoughts, 90% of those thoughts are repetitive. So, we think, the average person thinks a lot of thoughts every minute, every hour, every day. And 90% of those are just repetitive in our minds. And one more thing, 95% of those thoughts are the same as yesterday, the same as the day before. So, it's no wonder what we think about affects what we do. In our daily lives, as we go about our daily lives, what we think about affects what we do, whether it's work or school or sport. When we have the right mindset, it helps us to be productive and successful, it helps us to think clearly, to focus, helps to keep us safe, in some cases. And also, it helps others to look at what we are doing and them to be encouraged and do better as well. So, I used to like to play volleyball in school and I remember earlier on we would learn the skills, the basic skills. The first important skill was just to keep the ball in the air, so it's the dig, the first skill to keep the ball in the air. And to get that ball near the setter so that he could then set well and then the point could be finished off well. And sort of the better, the more practice, the better the team's got, those skills would already be achieved, they would be pretty even. And already the teams, both teams would be pretty even, especially in like professional leagues, the level is so high, they're not learning those skills anymore. They're coming onto the court with good skills. But they say that often the difference is the team that is mentally prepared, the team that is mentally ready. And they say that the game is often won before the game even begins, before they even step onto the court. The team that is mentally prepared and mentally ready has already won the game. That's why sometimes even the higher ranking teams, the better teams, whether it's soccer or football, who you think would win it, who should win the game, like on paper, often don't, because mentally they're not prepared or not ready. So we can see in normal life the influence of the mind and how it's important. I want to turn to some texts which just show us much more importantly how much more important our mind is in our spiritual lives, in our Christian lives, how much more important that we have the right mindset. And the first one I want to look at is Colossians 3, verse 2. Colossians 3, verse 2. Set your minds on things above, not on the things of the earth. Next one is Romans 12, verse 2. Sorry, guys at the back, we're jumping around a little bit here. Romans 12, verse 2. Chapter 12, verse 2, yeah. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. The next passage, Philippians 4, 7-9. Philippians 4, 7-9. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the God of peace, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Finally, brethren, whatever is true, whatever is honourable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence and if anything worthy of praise, dwell on these things. And then finally, Romans 8, Romans chapter 8, 5 and 6. Romans chapter 8, 5 and 6. For those who live according to the flesh, set their mind on the things of the flesh. For those who live according to the Spirit, set their minds on the things of the Spirit. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. So from these verses, we can see what happens when we have the right mindset. And we can see that there's two main ways of sort of thinking. The first way is the mind that's set on the flesh. It's the physical, it's the temporary, it's the here and now. It's only concerned with now. And this way we read that it leads to death. The second way is the mind that considers eternal values guided by the Spirit of God. This way leads to life. Life abundant, life with joy, life with peace and life everlasting. And this is only made possible because of Jesus, remembering what he did on the cross for us. Because he had the mindset where he came to this earth and went through with what he came for. When John the Baptist saw him coming and said, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. He had many distractions as well in his life. Just after being born, they had to flee to, Mary and Joseph had to flee to Egypt because they wanted to put him to death. As a man, he was tempted by the devil. The devil probably did everything he can to put Jesus off his course, to change the course. He was often criticized by the Pharisees, often falsely accused. And then finally he was mocked, as we will remember this morning. He was beaten and he hung on a cross. And he shed his blood to take away the sins of the world. And so he kept focus for the reason he came. And so he's the best example for us of someone who kept the right mindset. He achieved why he came. And by looking at what the passages we read today and by looking at the life of Jesus, that's the best way we can check our mindset to make sure that we're thinking about the right things and trying to think about the right things. And I just think that it's appropriate, you know, as we gather towards Christmas. And this is a really opportune time as well. People sort of question this time. I think every time of the year it presents a new opportunity. People question this time. They hear the songs in the shops and see the decorations and perhaps remember things that a church sermon have gone to earlier on in their lives or maybe they had a Christian grandparent or parent. But they remember at least something. But by looking at us, maybe we can have this mindset, this opportunity to tell them, to take the opportunity to point them in the direction of Jesus, the direction of the cross. There's a lot of distractions taking us one way, taking us the other way. Functions and parties and presents and all that. But remember that what we think about affects what we do. And thanks be to God that he does give us specific instructions about what to think about, what we're to dwell on, what our attitude should be. And I think just throughout this, like I said, as Christmas approaches, please try to think about and look for opportunities to tell others about the real reason for Christmas and not to just get taken away by all the busyness, as I do, as we all do. And please help us to think on the instructions of the word we read this morning as well. And it tells us what to think about, what to dwell on, how to have the right mindset. And may God richly best do as only he can do through the Spirit of God, of Christ. Amen. Thank you, Leila. Thank you, Leila. Vestani, братья-сестры, сипой. ПЕСНЯ 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 и 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 Мы прочитаем из первого послания Коринфянам, из 11 главы, с 23 стиха и до конца главы. Отрывок, который повествует апостол Павел в этом послании, напоминает церкви в Коринфе о том, как совершать эту заповедь. Он пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сия, чаша, есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Это наставление, которое дал апостол Павел церкви в Коринфе относительно этой заповеди, оно напоминает нам об ответственности и об благословении, которое мы имеем, совершая эту заповедь. Ответственность наша в том, чтобы мы судили сами себя. Если мы судим себя, то наши сердца будут в правильном положении перед Господом. Мы будем сознавать, что мы нуждаемся в Нем, нуждаемся в Его прощении, в исцелении, в милости Его. И с таким сердцем мы приходим, приступаем к этому престолу благодати, где Господь дал нам сам себя для того, чтобы мы имели жизнь. Пусть Господь благословит нас с такими сердцами приходить к Господу. Это есть то благословение, которое мы получаем, имея общение с самим Господом. В другом месте этого же послания апостол говорит о том, что мы причащаемся от одного хлеба, от одной чаши. То есть это слово «причащаемся» значит становимся причастниками. Мы становимся частью Его. Слава Господу за это благословение, которое Он дал нам. Помолимся, попросим благословения на хлеб. Господь наш милосердный, мы благодарим Тебя за милость Твою к нам. Благодарим за спасение, которое Ты даровал нам в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Без Него мы не имели доступа к Тебе. Мы не могли и не знали Тебя, и не искали Тебя, Господь. Но Ты нас нашел, Ты нас призвал, истмыв свой чудный свет. Ты дал нам жизнь в себе самом, потому что Ты есть жизнь. Ты есть хлеб, живой, шедший с небес. И Тобою мы теперь живы, Господи. Слава Тебе. Слава Тебе за этот хлеб, который Ты даешь нам вкушать в воспоминания Твоё. Благослови, освяти его, Господь. Благослови всех нас принять его, как Ты заповедал, в воспоминания Твоё. Да прославишься Ты в нашем ежедневном хождении, в этом мире, пред лицом Твоим. Да будет слава Тебе вовеки, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Это заповедь для членов церкви, для тех, кто принял Иисуса Христа как своего Спасителя, крестился, для тех, кто следует за Господом. Если вы еще размышляете о том, что значит быть спасенным, о том, что значит иметь отношение с Господом, мы советуем таковым воздержаться. Вы можете присутствовать, размышлять вместе с нами о том, что все это значит. Пусть Господь благословит всех участвующих. Те, кто участвуют, вставайте, чтобы братья видели, и принимайте участие, да благословит вас Господь. Я буду читать книгу пророка Исаии, 53 главу. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он зашел пред Ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели Его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорбей и изведавшей болезни, и мы отвращали от Него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истезуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригущим Его, безгласен, так Он не отверзал уст своих. От узы суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо Он отторгнут от земли живых. За преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению. Когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. «Посему Я дам Ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «О, Божие также говорит, что в ту ночь, после вечери, Иисус взял чашу, и об этой чаше Он сказал, «Сия чаша есть новый завет в Моей крови. Сие творите, когда только будете пить в Моё воспоминание». Мы совершим молитву на чаше. Я попрошу брата Ивана Ивановича помолиться. Слава тебе, Отче, что спасение и прощение грехов наших в Сыне Твоем Святом. Драгоценной кровью мы спасены. Слава тебе, что верою в Тебя мы можем жить. И, Господи, когда будем принимать веносие, да укрепится вера наша, и мы желаем прославить Тебя, ибо Ты единый Господь, Бог наш, достоин славы и поклонения. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. У братьев на подносах вино, в чашах на моём подносе виноградный сок. Кто не может по какой-то причине принимать вино, пожалуйста, принимайте виноградный сок. Когда вы возьмёте чашу, держите её, и после того, как все мы получим чашу, мы вместе все вставшие примем участие. Да благословить нас Господь. Да благословить нас Господь. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Господь сказал об этой чаше. Сия чаша, есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить моё воспоминание. Мы вставшие примем участие в чаше. Кто желает, прославьте Господа в кратких молитвах. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь. 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 Пусть они будут для каждого из нас поводом дорожить каждой минутой общения с любым человеком, который рядом с нами есть. Мы порой не ценим это время и думаем, что у нас еще впереди так много. Но когда человек уходит, мы понимаем, что уже возможности такой больше не будет в этом мире, в этой жизни. Поэтому будем ценить друг друга, будем молиться друг за друга, за тех, кто жив. Да, еще сестра Любы Бондаренко, за которую мы молились, она тоже отошла в вечность. Там у нее дома собиралась церковь, теперь это тоже вопрос такой. Ну, молитесь, чтобы Господь благословил там братьев и сестер и устроил для них эту возможность, где им собираться дальше. Ну, есть и радостные. Наша жизнь состоит всегда из печали и из радости. Есть и радостные поводы и такие новости. Вчера мы отмечали с дорогими нашими сестрой Любой и братом Геннадием годовщину их свадьбе, 60-летний юбилей. Мы сердечно вас поздравляем еще раз и благодарны Господу за его верность, проявленную в вашей жизни и в вашей верности друг другу, семье, церкви. И слава Господу, пусть Господь благословит вас и далее служить Ему и радоваться о Нем, о Боге спасения нашего. Также... Да, Геннадий, вы что-то хотите сказать? Я хочу сказать, что благодарны всем, кто привал нам, желать, что я говорил, святы и подарки. Спасибо большое, что вы здесь и с нами, и нас. Слава Богу, спасибо. С нами также сестра Люба Турко сегодня. У нее был 80-летний юбилей некоторое время назад. Слава Господу, пусть Господь благословит и вас. Слава Господу за вас. И завтра у Дарины Подсадной и у Жени, у Евгения в Мельбурне будет свадьба. Тоже и радостный повод, и в то же самое время тревожное и время, и место, где свадьба будет проходить. Мы знаем, что в Виктории все эти restrictions, они более строгие и жесткие. Молитесь, чтобы Господь благословил, чтобы братья и сестры могли торжествовать посреди вот этого всего страха, который есть вокруг. Чтобы он дал радость и жениху, и невесте, и всем гостям, и чтобы ничто не омрачило эту радость. Я думаю, нам стоит об этом молиться. И также, чтобы те люди, которые придут, то, о чем Веня в прошлый раз просил, в прошлое воскресенье, я просто напомню, придет много гостей, которые не знают Господа, которые придут просто посмотреть, как христиане празднуют свадьбу. Чтобы они могли увидеть эту настоящую радость, которая есть у детей Божьих, среди вот этого мира, где люди мечутся в поисках убежища, и нигде его нельзя найти, кроме как в Господе. Пусть наши братья и сестры, которые будут там, на брачном пире, будут живым свидетельством для этих людей, что есть Царство Небесное, есть спасение и убежище в Господе среди всей этой тревожной ситуации в мире, которая сейчас есть. Так что молитесь за них. Ну и напомню, о хоре, практика хора проходит по четвергам, и сегодня вечером тоже, да, Ира, нет? Сегодня не будет, да, но по четвергам проходит. В четверг вечером, пожалуйста, хористы, кто желает принять участие в хоровом пении, пожалуйста, в четверг приходите, пусть Господь благословит. Спасибо, на этом все объявления. Братья и сестры, прежде чем еще что-то сказать, я хочу снова акцентировать внимание наше на событии, которое имело место вчера, в этом году и у сестры Сары, да, и брата Сергея тоже отмечали юбилей, 60-летие их совместной жизни. А вчера Геннадий с Любой пригласили нас на это торжество. Мы сейчас с братом Ваней споем гимн, который мы намеревались спеть на ваше торжество, но по случаю болезни моей на тот момент этого не случилось, то сейчас мы с братом Ваней споем этот гимн. Господь свое слово святое нести нередко двоих посылает. Вы можете, братья и сестры, все петь, кто знает этот гимн. Пусть это будет еще раз напоминанием и вам, дорогие друзья, уже прошедшие этот достаточно длинный отрезок времени. Господь благословил вас и помог. Слава Господу за это. Пусть и далее Господь вас хранит. Я напомню стих из книги пророка Исаии, как обетование Господь говорит детям своим. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Особенно в этом возрасте мы нуждаемся, я уже себя тоже перечисляю почти, что к вам. Особенно нуждаемся в физической и, конечно же, духовной поддержке и помощи. Господь дает это чудесное обетование. «Я же буду носить вас. Я буду поддерживать, охранять и вести вас. Носить». Он будет действительно уже, как раз пришла та пора, когда нас надо носить некоторых. Поэтому не будем унывать, всегда радоваться и утешаться Господом. Мы споем под гитару. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогой одной к отчизне святой Бодрее пойдем мы с тобою Дорогой одной к отчизне святой Бодрее пойдем мы с тобою Блеснула слеза на лице одного И любовью другой отирает И зло святым утешает его И тихо ему напевает Дорогой одной к отчизне святой Бодрее пойдем мы с тобою Дорогой одной к отчизне святой Бодрее пойдем мы с тобою Когда же конец их скитаньям придет И счастьем даль засияет Один из них новый напев запоет Другой от него не отстанет Гроза позади, венец впереди Вдали остается земное Дорогой одной к отчизне святой Уже подошли мы с тобою Дорогой одной к отчизне святой Уже подошли мы с тобою Уже ушли, да? Замечательно Хорошо Тогда мы еще споем гимн с вами Перед тем как брат Ваня поделится словом Назидание с нами Это будет Кто в убогих яслях спит Споем Во время пения Да, во время пения Гимна этого Мы будем иметь материальное служение Пожалуйста, братья и сестры Приготовьтесь А кто? Наверное, Андрюша снова Да? И кого? А Володю, наверное, мы еще попросим Володя и Андрюша А кто в убогих яслях спит Чей младенец там лежит Кто в речах Там субеков По субове мудрецов Он, Господь, Христос Спаситель Божий Сын, наш Испавитель Мы к ногам Его пойдем По спаси Его царем Кто в этом говорим Кто с мяльцами дарим Кто же Он Кому несут Всех больных Всех пыльных Он, Господь, Христос Спаситель Божий Сын, наш Испавитель Мы к ногам Его пойдем Воспаситель Воспаситель Его царем Он, Господь, Христос Спаситель Божий Сын, наш Испавитель Мы к ногам Его пойдем Воспаситель Воспаситель Его царем Божий Сын, наш Испавитель 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 Мы к ногам Его пойдем Воспаситель Его царем Я попрошу Андрюша помолиться о средствах А Володя помолится о детях. Аминь. 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 Садитесь, братья и сестры, брат Ваня, пожалуйста. Аминь. 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 Неисполненные желания, я прошу обратить внимание, несмотря на неисполненные желания и просьбы Захарии или Советы, они хранят единство Духа и праведность жизни пред Богом, несмотря на то, что они имеют одно неисполненное желание. Видите, в таких случаях, когда все хорошо, когда мы стараемся и все вроде получается, но одного у нас нет, мы начинаем искать, почему нет. Мы начинаем винить, смотреть направо, налево. Слава Богу, мы здесь имеем чету мужа с женой, которые с этим недостатком продолжают жить для славы Всевышнего. Это они видят как свое высшее призвание. Захария продолжает служение. Жребий ему на этот раз достается очень уникальный. Ему жребий выпадает входить в храм с фимиамом для каждения. Это доставалось не каждому священнику вообще за всю жизнь. Некоторым только. Поэтому Захария был настолько счастлив, видимо, когда жребий выпал в его сторону. Он сегодня несет служение. Он входит, в руке у него фимиам, а в сердце, что вы думаете, у него молитва? О ком? Вот я не думаю, что о детях почему-то. Я хочу обратить именно на это внимание, что, видимо, здесь фимиамом в руке, уважая и почитая Всевышнего, и зная, что там за дверью ждут массы людей, ответ на их запросы, и он несет служение. Ему теперь не до детей. Я так полагаю. Он в трепете пред Богом знает, что его обязанность, святая обязанность молить, умолить Господа о Царстве Небесном, о народе Своем. Мы не знаем. Я так полагаю. Скорее всего, народ затаил дыхание, ждет и ждет. Это служение было недолгое. Происходило два раза в день. Они ждут и ждут. И у некоторых уже, а что случилось? А ведь могло что-то случиться. Что случилось? Они дождались. Он выходит, и все теперь хотят знать, что же случилось там. Каков был разговор или что он там имел в храме, когда они все ждали. Бывает такое, когда вы хотите очень знать, очень хотите знать, что было, что было, что случилось. Он не может им сказать. Он как-то объяснил, что был разговор с Богом. Значит, ангел сказал ему, ответил на его вопрос, на запрос его души. Ведь они так женой хотели сына, правда? И ангел здесь сказал, да, Захария, будет у тебя с Елисаветой сын. И даже имя назвал, представьте себе. Иоанн, наличешь ему имя Иоанн. И потом, когда он вдруг засомневался, что очень типично для всех нас, он говорит, лучше будешь молчать, эти 9 месяцев, или сколько там, да? А потом снова заговоришь, как только. Рождение Иоанна Крестителя, дорогие друзья, Рождением Иоанна Крестителя Бог приготовил путь к Сыну Своему, Спасителю всего мира. Я хочу и на этом этот эпизод закончить. Следующими словами, дорогие друзья, это очень-очень важно. Когда мы с вами прежде всего ищем Царствие Божие, запомним то, все остальное приложится нам. Не думал и не мечтал Захария, что в этот день, один день в жизни, Бог скажет ему, что Захария, услышал я твою молитву, не думал он об этом. Он свято исполнял свой долг. Друзья, я вас приглашаю, я вас умоляю свято исполнять свое призвание, которое мы имеем. Искать мира, жить для славы Его, любить друг друга, я уверяю вас, все остальное, оно приложится. Оно приложится. Это просто так работает Бог. Люди не работают так, но Бог действует именно так. Видите, подчинить свои личные просьбы и желания общему делу Господа и Царству Его не совсем легко. Нам хочется иметь то, что рядом, то, что мы всегда желаем, как Леон сказал, что эти мысли у нас 95% повторяются. Да, Господи, ну когда же, когда же ты сделаешь это? Оно просто наверху, на верхней полке. Дорогие друзья, да поможет нам Бог иметь в сердце своем, вот именно на поверхности, всегда Царствие Его, жить согласно Его указаниям, и все остальное приложится. Все 95%, о которых мы думаем целый день, они все решатся в свое время. У Бога есть свой план, свои идеи, они лучше наших, и оно все получится правильно. Я желаю это себе, дорогие, и желаю это всем вам, да поможет нам в этом Бог. Вот это первый у нас эпизод. Второй. Иоанна все еще нет. Но. Елисавета уже беременна, пять месяцев. И к этому времени ангел сообщает Марии, что и у нее будет сын, и он будет от Господа. Она снова говорит, как это будет. Ангел объяснил, как будет, и потом говорит, слушай, твоя родственница Елисавета живет там. Не совсем рядом было это. Она вот уже пять месяцев беременна, ожидает сына. Ты бы подумала? Да что ты, она в возрасте. Никогда не должен. Это все мы уже все решили, что детей у них не будет. Она ожидает сына. И это в тебе в знак, что Богу, для Бога нет ничего невозможное. То, что он говорит, оно сбывается. Я вам скажу, это была очень тяжелая новость для нее. И она не могла с этой новостью жить. Кому она скажет? Оно так вот, как, блин, кому сказать? И она, я думаю, и одна дня не выдержала. Как помчалась. Корзинку, видимо, запаковала и помчалась. Куда? До Елизаветы. Ведь ангел сказал, она тоже. У нее случилось что-то подобное. И вот этот эпизод, давайте мы прочитаем его. Он просто интересный. В этой же первой главе Иоанна Гетлуки, я читаю с 39 стиха. Встав же Мария, в Однисии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее. Елизавета исполнила Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала, «Благословенна ты между женами, благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в очреве моем и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария, «Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой в Боге Спасителе моем». Согласитесь со мной, приятная встреча, правда? Тут просто все, все в правильных нотах, все славят. И Мария славит Бога, и Елизавета славит Бога. Результат этой встречи у Елизаветы взыграл младенец. Может быть, снова я полагаю, я не разбираюсь в этих вещах, но может быть, она знала, что она в положении, ожидает сына, но что-то не слышно, его не видно, это понятно, но вот и не чувствует ничего. Да? Женщина, наверное, знает о таких моментах в жизни. Вроде, ну, жив или не жив он, да? Прав ли Бог или нет, что сказал через мужа Захарию. И тут приходит Мария, только вошла, и тут она убеждается в том, жив он, жив мой бэйби. Это не просто сказка, это не просто мое желание, которым я живу вот уже пять месяцев. Это реальность, во мне жизнь, и она от Бога. Она, видимо, сразу ищет Захария. Захария, слушай, все нормально, все хорошо, они славят Бога. Дорогие друзья, вот это наш второй эпизод, и она еще нет. Мы с вами имеем много встреч. Некоторые из них настолько уникальны, что мы должны на них обратить внимание. Но, впрочем, каждая наша встреча имеет свою важность. Каждая. Мы встречаем много людей на протяжении всей недели. И, дорогие, мы влияем на них, согласитесь. Ваша встреча с мужем или с женой, с сыном или дочерью, с коллегой по работе, вы прошли мимо, и вы оставили след. Позвольте спросить, какой? Взыграл ли этот младенец? Конечно, вы считаете. Я очень желаю, чтобы он всегда взыграл. А я думаю, что иногда он получает еще последний кейк и последний удар. С болью думаю об этом, что мы иногда встречаем друг друга не в правильном настрое, не с любовью, не с заботой друг о друге. И убиваем ту последнюю искру, которая еще так еле-еле дышит. Да поможет нам Бог, дорогие друзья. И, учитывая то, что Дух Всевышнего в нас, как у детей Божьих, учитывая то, да поможет нам Бог, чтобы мы каждой встречей были катализатором радости. Каждая встреча наша была бы благословением для ближнего. Может быть, без слов. Но вы прошли здесь мимо, и кто прошел вас мимо, мог как-то и почему-то возрадоваться. Это возможно. Я уверяю вас, это возможно. И к этому я приглашаю вас и очень прошу вас, будьте внимательны к этим чудным, уникальным возможностям. Потому что мы имеем Дух Жизни в нас. Мы можем жизнь распространять. И храни нас Бог, не бить друг друга. Жизнь коротка, очень коротка. Не стоит, друзья, учить друг друга, бить холодным душем. Не стоит. Вы будете жалеть об этом. Вы будете жалеть о каждой возможности, которую вы упустили, обрадовать и поднять дух своего ближнего. Быть больно. Поэтому, это слово. Поэтому я выбрал этот эпизод, чтобы он ободрил нас жить и быть благословением друг для друга, но не проклятием. Храни нас от этого Бог. И да поможет быть катализатором радости. Третий эпизод. И на этом мы закончим. Мы его читаем. Иван Гатматфея, третья глава. Он уже родился. Подрос, видимо. Воспитали хорошего мальчика. Папа с мамой раньше думали, наверное, у него будет служение при храме, потому что так принято было. Если один сын, еще Захарий, он обязательно, видимо, мама, может быть, и уже одежду сшила, как это, помните, сделала одна женщина в Ветхом Завете. Это Анна, да? Приносила же все, чтобы сынок имел место в храме для служения. Но этот раз оно было не так. Совсем не так. Мы читаем. Иван Гатматфея, третья глава, с первого стиха по двенадцатый я читаю. В те дни приходит Иоанн Крестить и проповедует в пустыне Иудейской. Покайтесь, говорит он, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. Сам же Иоанн имел одежду из чего? Из верблюжьего волоса пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. До этого не ожидали родители, видимо, но оно было так. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. И увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему, креститься, сказал им порождение Ехиднины. Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секир при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свою и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Страшно, да? Вот это его была. Поповедь такая. Его программа. Он не сам придумал ее. Не сам придумал. Было бы нехорошо, если бы он сам придумал, но он не сам. Он должен был именно это сказать. Он звал народ к покаянию, к признанию вины. Он призывал народ не скрывать грех, глядя на фарисеев, которые красиво желали представить себя. Говорит, достойный плод покаяния створить. Будьте открыты и покайтесь. То есть, он говорил правду. Это были не забавные проповеди, не обязательно интересные. Но они были живыми, потому что они трогали суть человека. Они трогали то, что в человеке. Они просто выводили правду наружу, когда он говорил. Вы помните такие моменты, когда вы вдруг о себе услышали правду? Не кто-то сказал. А вроде вы сами здесь или читаете Библию, или просто так где-то идете, и вам говорят правду. Скажите, пожалуйста, какое чувство? Неприятное, я скажу вам. Нам больно слышать правду о себе. Нам неудобно. Мы говорим себе, как же я мог так? Как это? Подумать, сказать, поступить. Нам стыдно становится. Дорогие друзья, когда правда о нас выходит, и мы ее видим, это больно. И от этого прятаться не надо. Для этого Иоанн вышел в пустыню. Он не пошел к людям сказать, вот ты делаешь то, а ты то, а ты третье. Совсем нет. Он в пустыню вышел, чтобы люди могли узнать правду о себе, они должны выйти. И там Он им говорил правду. Вы помните, когда Иисус Христос однажды через Самарию проходил и остановился у колодца? И Он одной женщине сказал правду. Но до того, как говорите ей правду, Он всех устал. Он говорит, ребята, вы пойдите там пообедать и хорошо, или я хочу сам здесь у колодца посидеть. И там Он встретил эту женщину. Вы помните, что она сказала? Ключевым предложением было то, что Он сказал, слушайте, Он сказал мне всю правду. Оказывается, правда сработало. Она покаялась. Она увидела, когда нам люди говорят правду, мы обычно сразу закрываемся, прячемся, начинаем объяснять. Дорогие друзья, когда Бог нам говорит правду, открывает нам ее. Пятаться некуда. Некуда. И убегать некуда. И поэтому нам больно. Поэтому неприятно. И знает Бог об этом. Он знает об этом. Он не хочет нам сделать неприятно. Нет. Поэтому Он послал Иоанна. И Иоанн говорит, слушай, ты выйди в пустыню, пусть народ идет к тебе. Не он шел к народу, как я уже сказал, а народ шел к нему. И не переставал идти со всех сословий населения. И Он говорит им, люди слушают. Я представляю, я себе так мысленно представил картину. Вот сидят вот эти рыбаки и видят себя вдруг. И Иоанн говорит, и они себя видят, как в зеркале. Это я. Это я. Рвут на себе одежду. И Иоанн говорит, ребята, идите сюда. Идите в воду. Я вас буду крестить. И Он знает, что Он простить грехи не может. Только Бог прощает грехи. И Он не знает, что будет, но Он знает, что какое-то решение будет. Но Иоанн говорит, Он знает, что человеку надо покаяться. Поэтому Его крещение есть крещение покаянию. Он зовет покаянию. И между тем, как все выходят. Разного рода люди. Разного рода. Грехов разного рода. Но когда человек узнает о себе правду, так, в свете Бога, мы не можем иначе. Нас так и тянет воду. Мы хотим, чтобы умыться. Чтобы все это ушло раз и навсегда. Мы все хотим этого. Чтобы этого случая, который всплывает мне каждый раз, чтобы его не было. Ну как его уберешь? Он мучает меня. И между тем, как Он крестит в одном случае, да? И Иисус Христос идет к Нему креститься. И что Иоанн делает? Он их крестит. Зовет к покаянию. А здесь идет разрешение вопроса. Он говорит, все анги, агнец Божий. Который на себя берет грехи всего мира. Друзья, Он говорит, всех этих, которые на берегу здесь, которые томятся тяжестью греха. Он говорит, ваши грехи. Вот этот агнец. А для каждого иудеянина, когда говорят о агнеце Божьем, было ясно. Лишь только агнец Божий может понести наказание. Все агнец Божий, который несет грех мира всего. Поэтому, дорогие друзья, я на этом и заканчиваю вот такой заметкой. Видите, истина может сделать нас свободными. Покаяться за нас никто не может. Никто. И сам Иисус Христос не может за нас покаяться. Покаяться и соосновлять свой грех должны мы. Должны мы. Это наша доля. К этому нас призывает Священное Писание. К этому нас зовет Дух Святой и Библия, и сам Бог. Чтобы мы, наконец, честно сказали, признали то, что мы есть. Осознали свой грех. Просить мы его не можем. Вскрыть не можем. Исправить не можем. Но это может Бог. На то Он пришел, чтобы простить нам грехи. Чтобы очистить нас. Это Его доля. И за этим никогда дело не встанет. Никогда. И Он идет. И поэтому, я думаю, очень важно, наша часть прийти к Господу. Поэтому Давид в Псалме 26 говорит, Я буду искать лица Твоего. Почему? Я буду искать лица Твоего. То есть, я не буду искать оправдания своим грехам. Или как-то прикрыть что-то, убегать от чего-то. Я лица Твоего буду искать. Что ты сделаешь со мной, Твое дело. Ну, лица буду Твоего искать. И Яков пишет в 4 главе своего послания. Приблизьтесь к Богу, да и что случится? И Он приблизится к вам. Но наше дело приблизится к Нему. Он с такой радостью ждет нас, чтобы мы, сознавая свой грех, приблизились к Нему, Он, обнимая нас, грешных, прощает нам и дает жизнь вечную. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Спасибо, Иван Иванович. Мы в заключении нашего служения, братья и сестры, споем еще один гимн. Ах, радость, радость будет там, искупленным сердцам, когда окончим жизнь свою и будем там, в раю. При этом я хочу, чтобы мы помнили о тех наших друзьях, которые в данном случае брат Леня, брат Славик, брат Миша где-то, печалятся по поводу ухода в вечность Отца. Это грусть, печаль, которые встречаются на нашем жизненном пути. Пусть Господь будет утешением вам, друзья, и ободрением в том, что наша жизнь каждого придет к концу, но в небе мы будем иметь эту встречу в Ног Спасителя со всеми нашими близкими, родными. Мы ему станем и будем петь этот гимн. Ах, радость, радость будет там, искупленным сердцам, «Когда окончим жизнь свою и будем там, в раю». Где жизни дерево с плодом берет, спасителем и встал, где он искаливший людей, царит в любви вскоре. Ах, что за радость там, радость там, радость там, радость там, Ах, что за радость там спасет и будет там, где все славы и петь честно. Слава Богу, Христа, все славы и петь, Слава Богу, Христа, все славы и петь, Счастьею не пойдем, навеки мы умрем. Тогда ж пути узкий изберем домой, Ведь слезы здесь пролем. Но так, по женскому, да споем, Ты любящий отцов. Ах, чтоб за радость там, радость там, радость там. Ах, чтоб за радость там спасем и будет там. Где все слепые вечи слабоют, Христу дали осна. И мы там гроб о вас поем, Когда свой путь пройдет. И слезь воскресею встал, И вон великий час. И чистый свет в небесах Он предваряет нас. А в ветерок и ем, друзья, И смешка радостная. А в ветерок и ем, друзья, И смешка радостная. И смешка радостная. А что за радость там, радость там, радость там. А что за радость там спасем и будет там. И все святые бесчеста поют, присутали отца, и мы, как кровь по вас поем, тогда свой путь пройдет. Дорогой наш Господь, Спаситель наш, мы сердечно благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы указать нам путь, ведущий в небо. Ты прошел путем страданий, скорбей и мук, чтобы наши грехи были прощены и омыты Твоей святой драгоценной кровью. Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал нам это уразуметь, осознать и принять Тебя своим Спасителем и Господом. Мы благодарим Тебя за это славное будущее, которое ожидает всех тех, кто последовали за Тобою, кто, взяв свой крест, идут этим жизненным путем на Тебя упывая, совершая победы над грехом, с соблазнами, с искушениями всевозможными, при этом Ты даруешь силу. Мы благодарим Тебя, Господи, за это и верим, что и дальше Ты также не оставишь нас. Ты будешь нашим вождем и путеводителем всегда, проводя нас в небо. Благослови сегодня братьев, сестер, детей Твоих, которые печали и грусти по поводу ушедших в вечность, близких, родных, в том числе и семью Сандаевых. Будь им утешением и отрадою и укреплением в вере. Благослови предстоящее служение похорон в среду, пусть и в этом служении будет прославлено и возвеличено Твое святое имя, Бога нашего и Спасителя. С миром Твоим распусти нас от ног Твоих и в этот час будь с нами, Тебе за все даст. Будет вечная слава и поклонение Богу Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры. С миром Божьим.